Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях Сергей Газетов, фотограф, участник второго всероссийского конкурса «Путешествуй дома». И не только. И не только участник, но об этом чуть позже. Здравствуйте, Сергей! Ну, прежде чем мы с вами более подробно поговорим об этом конкурсе, если можно, расскажите о том, как же начиналась ваша, так сказать, творческая карьера, да, с чего всё начиналось и как получилось, что вас привлекла именно фотография? Ну, вопрос такой непростой, в связи с тем, что мы, может быть, лимитированы по временем, но начну, наверное, с самого начала. В классе, наверное, в пятом или в шестом мне в руки попала, как это сейчас называют, мыльница, да, фотоаппарат смены символов. Ну, я каким-то образом добывал плёнки, вот, а там выставлял всё по символам и снимал, а мой крёстный, он был фотограф-любитель, крепкий такой, он эти плёнки проявлял, в том числе и мои. Вот, и что-то там, что получалось, печатал. У меня не было интереса вот именно к процессу, у меня был интересный съёмочный процесс. А в дальнейшем, в дальнейшем, ну, скажу так, я фотокружок не посещал. Когда я учился в школе, там практически в каждой школе были фотокружки, не посещал. И в дальнейшем, вот, где-то в классе в девятом, я убежал из дома за гитарой. Гитару 12-струнную нельзя было купить, тогда были такие времена. И мы вот с другом убежали из дома в город тогда ещё Ленинград. Проникли на завод музыкальных инструментов ленинградский, но накопленной мною суммы хватало лишь на половину гитары. Вот, и по возвращению, и ещё один товарищ присоединился, и мы в складчину купили уже фотоаппарат посерьёзнее. Это был «Зенит», вот, плюс увеличитель, бачки, то есть, вот, в комиссионке, да, то есть, в простом магазине это не продавалось, как сейчас. И так как половина суммы была моя, оборудование хранилось у меня. Мы по очереди снимали этой камерой, вот, а проявлять, печатать ходили ко мне домой. Но в ванной комнате больше двух человек физически уместиться было невозможно, и поэтому снимали-то мы все. Печатал я каждый раз, а со мной они бросали жребий. Кто идёт со мной печатать фотографии? Ну, вот, как-то так и удалось подружиться с фотографией. Ну, вот, на данный момент всё-таки фотография для вас – это ваша профессия или хобби? Вот, как вы сами можете? Вы знаете, это довольно-таки сложный вопрос, потому что Лига профессионалов предусматривает очень много рутины, которые мне никогда не нравились, и я, чем бы я в жизни не занимался, а занимался я много чем, да, а мне всегда не нравилась рутина, и я привык как-то более творчески мыслить на любой работе. Поэтому фотографию я, наверное, расценил бы как образ жизни. Если это со временем станет образ жизни, приносящий хороший доход, я буду только счастлив. Наверное, у каждого фотографа всё-таки есть какие-то предпочтения? Что-то больше нравится фотографировать, что-то меньше? Лише природы, люди, события? Вот вам что ближе? Какие вы сложные вопросы задаёте? Мне ближе снимать настроение. Настроение дождливого дня, настроение метели, либо настроение апрельского солнечного утра, настроение красивой девушки. Мне всё равно. Ну, вы вот сказали, что участвовали не только в этом фотоконкурсе. Я так понимаю, что участник многих подобных мероприятий. А что вас сподвигает? Вы просто хотите узнать мнение профессионалов о ваших работах? Ну, когда я начинал участвовать, это был так называемый, может быть, спортивный интерес. И получилось всё случайно. Я как бы... Ну, на новый этап я пришёл, один мой хороший товарищ с большим стажем фотографического. Он сказал, ну, грех не привозить этакие репортажи из трех поездок. А я ездил много, путешествовал. И говорит, ну, что ж, набор отдельных карточек, да? Вот надо бы вот такой репортаж рассказ. И вот как-то я над этим крепко задумался. Долго переваривал, может, год там. И потом из Якутии я привёз этакий репортаж. И шесть работ моих завивали гран-при международный фотоконкурс. Вот с этого как-то началось. Потом поучаствовал, а потом я вижу, что получается. И сильный интерес к этому пропал. Очередные дипломы коллекционируют. Для чего-нибудь мне снимать интереснее. Ну, всё-таки вот в данном фотоконкурсе «Путешествуя дома» вы решили принять участие. Вы не поверите случайно. Мне позвонила корреспондент с рязанских ведомостей. Говорит, нам там по линии Минтуризма что-то такое сказали. Вот есть конкурс. А ты же там что-то снимал, может, отправишь. Я отправил две работы, одна заняла первое место. Расскажите чуть подробнее о конкурсе. Какие там были номинации? В какую-то определённую номинацию вы отправляли или нет? Я посмотрел список номинаций. Сейчас я их на памяти и смысла нет держать в голове. Я выбрал то, что мне близко, и то, что есть в моей тематике. Так как я живу в есеницких местах. Там и село Пощепово тоже к этому относятся. И Константиново рядышком. Поэтому я отправил в литературную номинацию. И заняли первое место. И заняли первое место. Одну карточку в одну номинацию. С чем мы вас и поздравляем. Спасибо. Скажите, для фотографа вообще важно подобное признание? Ну, на каких-то этапах может быть. Потом начинаешь из этого вырастать. Вы сейчас на каком этапе находитесь? Вырастаете? Ну, то есть вы узнали, что вы заняли первое место. Вам хотя бы радостно-то от этого было? Ну, радостно, оно, в общем-то, всегда. Глупо говорить, что не радостно. Но вот уже какой-то эйфории, как в первый раз, уже, в общем-то, и как-то... Ну, выиграл очень хорошо. Понятно. Вот, насколько я понимаю, вот это та работа, которая первое место заняла или нет? Ну, это отпечаток, да, это та работа «Изба-времянка Есениных». «Изба-времянка Есениных», сделанная в ноябре прошлого года. Из впечатлений я помню, что я жутко замерз. Здорово. Когда снимал это. Вот, скажите, мы люди творческие, да, и чаще всего нам, наверное, нужно нечто, что мы называем вдохновением для того, чтобы создать действительно какую-то работу с душой. Вот вы вообще это понятие, как вдохновение, оно для вас существует? Я бы больше сказал, назвал это не вдохновение, а я бы назвал так, что, ну, что касается, допустим, фотографий, да, даже хорошую, я не говорю про выдающуюся фотографию, невозможно сделать в состоянии душевного равновесия. Вот я почему говорил, что в данном случае я жутко замерз. Вот, а когда в комфорте, в тепле, в сухости, в уюте, в сытости, ну, получишь набор таких просто красивых картинок. Ну, на календарь, на стену, может быть. Ну, что ж, Сергей, мы вас еще раз поздравляем с первым местом. Надеемся, что наше знакомство продолжится, и еще не раз наши телезрители полюбуются на вашей работе и узнают о ваших творческих успехах. Хорошо, спасибо. Я буду рад. Ну, а на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого доброго. До встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин